Варя и Мира появились на свет раньше срока. Елена Попова родила своих первенцев на седьмом месяце беременности. Девочки весили чуть больше килограмма. Маму с детьми сразу перевели в отделение патологии новорожденных. Необходимо, сколько оставаться, никто нам не скажет. Будут смотреть по анализам, конечно, и как будут девочки набирать веси. Лежим мы здесь уже почти две недели. Прогресс виден, уже поправились мы. Кило 600 и кило 300 весим. В отделении лечат новорожденных как с патологиями, так и родившихся раньше срока. Благодаря современному оборудованию и профессионализму врачей в девятой больнице теперь могут выхаживать детей, родившихся с минимальным весом, всего в 500 граммов. У недоношенных малышей особый рацион вскармливания и грудным молоком, и специальными смесями. Современная методика вскармливания инновационными смесями, необходимые все препараты антибактериальные, иммунокорригирующие препараты. Эти дети выхаживаются. То есть, если раньше стоял вопрос жизни таких детей, то сейчас стоит вопрос уже качества выхаживания таких детей. В последние годы медицина Сочи вышла на принципиально новый уровень. С помощью врачей мамами теперь становятся и женщины, страдающие сахарным диабетом или пороком сердца. Врач-неанатолог Эльвира Борисова говорит, раньше с такими заболеваниями и мечтать о рождении ребенка было нельзя. Но сегодня в 9-й городской больнице таким беременным оказывают всю необходимую помощь. А скоро в Сочи появится еще один современный перинатальный центр. Его строят неподалеку, на месте старой инфекционной больницы. Малышей у нас столько сегодня рождается, что нам просто пришлось строить новый перинатальный центр. Это значит и роддом, и детскую больницу. И к концу этого года он будет построен. Это, конечно, лучшие условия, это более новые технологии. И, конечно, уверен в том, что перинатальный центр – это еще шаг вперед. После открытия нового центра старый продолжит работу. Уже известно, что туда из второй горбольницы переведут гинекологическое отделение. Таким образом, все медицинские службы, оказывающие помощь женщинам и новорожденным, будут сосредоточены в одном месте. Так удобнее и врачам, и пациентам. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».